всем привет на связи мабу и сегодня мы говорим об очень интересной теме это построение списков правильных списков на основе виджета recycler view в android приложений устраивайтесь поудобнее мастер-класс будет большим но тем не менее мы начинаем если вы хотите стать android разработчиками сделать это оперативно качественно на современных технологиях вы уже устали изучать статьи видео в интернете не видя при этом существенного успеха вы не понимаете как правильно изучать android разработку вы уже устали отбирать актуальный материал по android разработки при этом не понимая что применять а что уже нет вы хотите получить стабильную и высокооплачиваемую работу или например вы хотите построить собственный бизнес по заказной разработке или создавать собственные стартапы в сфере мобильной разработки вы хотите пройти качественное обучение в личном формате с безлимитным количеством консультаций или вы хотите чтобы вас провели от уровня ничего не понимаю до обеседования или выхода на рынок мобильной разработки а также дали советы и рекомендации по стартовой карьеры то тогда записывайтесь на обучение по профессии android разработчик ссылка на сайт где вы сможете более подробно узнать об обучении а также связаться со мной есть в описании к этому видео также под видео есть ссылки для связи со мной напрямую до встречи на обучение и так если вы открыть и любое топовое приложение вконтакте instagram увидите много таких скажем так областей особенно в стартовых экранах где у вас происходит листание большого списка списка групп списка настроек списка чего-либо то есть если вы видите что-то листающие длинная это список и с помощью виджета recycler view то есть это список категории товаров допустим список в категории постов список жанра фильмов это список самих товаров определенной категории список самих фильмов список любых настроек список записей список то есть ваших постов вообще по сути списки это просто самое главное что есть визуале у в android приложениях то есть мы везде пишешь ставим списки и списки запомните списки в android приложений всегда строится с помощью виджета recycler view потому что виджет recycler view он настолько мощный что там есть столько настроек что не одни простые списки с ним не справятся я очень часто вижу либо приходит ко мне студенты которые обучаются на android разработчиков вузах института да то есть либо приходят люди которые каким-то образом без знания android попали стажерами в небольшие компании я очень часто вижу что их не руководство или преподаватели их обучают созданию приложений со списком не в не с помощью recycler view а с помощью простых списков самых обычных и при этом требуют от них написания функционала для этих списков которые ну как бы проще реализовать через recycler view но либо либо и такие преподаватели или руководители либо вообще не разбираются в recycler view либо просто не хотят бояться этого виджета потому что он мощный и он скажем так к нему 3 нему нужно его нужно его понимание требуется соответствующее время на изучение и требуется определенный подход к изучению и использования этого виджета и я очень часто вижу непонимание моё непонимание почему нельзя в тех или иных случаях использовать recycler view некоторое время потратить на его создание но зато это будет более правильно со стороны архитектуры со стороны правильного написания кода не нужно будет городить никакие костыли и писать очень плохой код а все можно будет реализовать довольно таки правильно и вот это не понимая вот этот и случай когда вместо нормальных списочных списков формате recycler view используются самые простые примитивные списки при этом требуя реализовать там скажем так функционал который больше присущ recycler view необычным списком я это очень часто вижу у меня это вызывает глубокое непонимание и собственно поэтому я записываю наш этот мастер-класс в этом мастер-классе я покажу создание статичного списка то есть когда мы вручную наполняем список элементами я специально буду заполнять этот список списочный массив построчно элементами чтобы вы понимали как это делается но когда мы работаем ну в большей части 90 процентах случаев реально мобильных приложениях вы будете наполнять список элементами из базы данных из таблицы базы данных кто требует и потребуется и понимание таблиц базы данных и как правило такие скажем так элементы в первую очередь загружаются сервера откуда-то то есть там уже не нужно понимание нескольких библиотек если вы хотите научиться работать как узнать после этого допустим если вы захотите после этого мастер-класса узнать как работает этот списочный список да recycle review именно с базой данных как наполнять глобально все это динамично с базой данных то записывайтесь ко мне на обучение там как раз таки мы в районе месяца все это прорабатываем ну а теперь устраивайтесь поудобнее и давайте изучать этот великолепный и превосходный recycle review мы с вами создадим список вот с такими категориями скажем так продуктов питания да мы просто листающий горизонтальный список как вы видите его функционал идентичен списку в топовых наших мобильных приложениях которые я только что показал то есть мы будем создавать такой горизонтальный список для создания проекта со списка мы запустили android studio открывается такое кошка и кликаем new project да выбираем empty activity то есть пустой activity next ну давайте назовем давайте назовем каталог все оставляем код линопе 21 это все оставляем финиш создается проект в первую очередь что нужно сделать это нам новом создаваемом проекте который еще создается подключить view binding весь код я буду копировать из своих заготовок потому что любой программист всегда использует сниппеты то есть готовые свои наработки если вас наработок таких нету то вы берете либо их с интернета хотя не очень это хорошая идея потому что 80 процентов материала в интернете отвечает качеством плохого кода либо процессе практики собственного написания вы вырабатываете свои собственные заготовки либо можете брать у меня с урока те кто обучается у меня на курсе получают под каждым уроком код из реальных бизнес проектов как этот код отвечает чистому написанию и правильной ну как бы внедрение в правильную архитектуру и поэтому это еще раз такое преимущество для всех тех кто приходит ко мне на обучение которые они люди получите ученики получают образцы правильного чистого кода потому что я обучаю именно чистому написанию кода и собственно строю обучение со стороны того чтобы ученик сразу писал правильный код и так что нам нужно делать нужно подключить юбайнинг идем грейдл скрипт билл грейдл я сейчас на макбуке работы поэтому для того чтобы не правильно все запустило здесь я должен поставить версию 33 становимся вот сюда спускаемся чуть ниже сейчас открою один проект свой который называется иду в магазин он сейчас находится стадии разработки но там все что нам нужно там уже есть открываем в новом окне кошки да все это дело и теперь вот он этот файл билл грейдл и здесь мы должны с вами вот этот участок кода по подключению в юбайнинга взять и конечно же мы должны теперь все это дело вот сюда вставить здесь кликаем синхронизировать проект и мы будем строить с вами список с категориями я вам сделаю давайте так мы сделаем горизонтальный список обычно по вертикали всегда делается но иногда требуется модернизация это более сложно ненамного что нам нужно для этого для того чтобы построить список опять же все современные списки во всех мобильных приложениях всегда строится с помощью recycler view с помощью этого виджета для нормального его функционирования recycler view нам нужно верстка каждого элемента списка далее нам нужен адаптер который будет наполнять контентом наш список нам нужен виджет списка стоит сам виджет recycler view и нам нужна модель то есть такой образец конструктор по которому мы будем собирать наш recycler view что нам для этого нужно во-первых в папочке res где по все шаблоны layout правой кнопкой мыши new layout ресурс файл нужно создать или файл верстки каждого элемента списка поэтому мы назовем его категории так как у нас будет список с категориями то мы назовем категории нижнее подчеркивание item нам нужен адаптер поэтому мы создаем постановимся вот на этом на этой папке в которой все котлин класса находятся при создании пустого проекта правой кнопкой мыши new котлин класс и назовем категории адаптер нам нужна модель конструктор правой кнопкой мыши new котлин класс еще раз становимся на папочку вот эту new котлин класс категории модул и нам нужно конечно же сам виджет сам виджет будто у нас размещаться вот здесь в котлин классе вернее в xml шаблоне activity main то есть стартовом activity приходим во вкладку код вот это все дело нам не нужно и все что нам нужно сделать здесь это внутрь нашего констрейт лаяута вставить виджет recycler view у этого recycler view у нас будет айтишник recycler категории с по высоте в ответ во всю ширину по вере по ширине во всю ширину по высоте по контенту и будет он прижиматься верхний край верхний край родителя и зададим отступы тут отступы принципе со всех сторон внутренние но давайте пока отступы эти уберем и поставим внешние отступы по 10 дипи пока что так сделаем то есть сам виджет мы создали с вами отлично теперь нужно нам настроить верстку каждого элемента recycler view для этого мы создали специальный шаблон в папке layout здесь переходим в код и у такой верстки каждого элемента всегда почти всегда мы удаляем вот этот констрейт лаяут нам не нужен потому что у нас будет изначально стартовым элементом обычно делается материал карт из библиотеки материал дизайн и смотрите то есть какая верстка должна быть то есть основным элементом должен быть материал карт с допустим с айдиш ником каким-то но в данном случае нам не нужен айдиш ник по ширине он будет этот материал карт давайте сделаем его по контенту то есть в раб нижнее подчеркивание контент по высоте в раб по контенту и отступ везде по 10 дипи то есть это элемент верстки каждого элемента значит это вертка каждого элемента внутри и мы делаем компоновщик констрейнт layout который будет располагать элементы этой карточки опять же нужен айдиш ник иногда но сейчас он нам здесь не нужен айдиш ник по ширине он короче нам нужно констрейнт лаяут растянуть на во всю карточку поэтому мы по ширине по высоте делаем как match parent и по фону было бы неплохо я сейчас не помню но есть у нас ли белый цвет здесь давайте позайдем в элью калорс есть до белый цвет тут с этим и не скинхронизировали проект давайте синхронизируем проект совсем забыл про это и фон и фон у нас должен быть белого цвета color только white отлично внутри констрейнт этого лаяута у нас будет два элемента это изображение и название категории поэтому создаем виджет image view здесь давайте создадим здесь давайте создадим айдиш ник и мы допустим категории напишем по ширине размер враг он даже не враг контент давайте сделаем попробуем по 50 дипи поставить что иконки будут возможно разного даже размера по высоте по ширине 50 дипи да и нам нужно позиционирование сделать сделаем следующее позиционирование внутри констрейнт лаяута значит вверх верх элемента к верху родителя то есть констрейнт лаяута то есть карточки левый край элемента к левому краю родителя и правый край элемента к правому краю родителя то есть как бы спозиционируем по горизонтали и по центру только здесь берем сейчас рай ту райт of parent вот так отлично и и снизу должно быть у нас текстовое поле обкомпейте xxu с названием категории айдиш ник у него будет нейм категории до по ширине по контенту по высоте по контенту отступы ну давайте пока подставим давайте 5 дипи поставим цвет шрифта добьем черный и у нас значит позиционирование будет вверх родителя надписи к низу к низу элемента с изображением то есть под иконкой и здесь левый край элемента к левому краю родителя и правый край элемента к правому краю родителя да и у картинки тоже давайте принципе можно и не ставить пока у картинки вдруг потом понадобится так это я удаляю так ну и все собственно вот такая верстка то есть материал карточка дальше констерент лаяут внутреннего для компоновки внутри еще два элемента изображения то есть иконка и название то есть text view до название категории конкретной что мы делаем дальше на четвертка у нас тоже готовы идем в категории моду здесь делаем следующую вещь сделаем вот такие скобки и у нас будут два элемента первый элемент это изображение второй элемент это название категории то есть нам нужно будет динамично подгружать в различные пункты списка различную иконку то есть изображение категории и различное название категории иконки мы будем брать мы будем вложить в папочку дрова и был вот сюда и будем с ресурсов брать иконку если мы берем иконку с ресурсов значит у нас первый элемент иконка должна быть интовой переменной поэтому мы здесь пишем в вал имидж и говорим у нас она будет int ставим запятую и второй элемент вал нейм и у нас будет строка той стринг все больше пока в категории модуру не то что пока вообще ничего не ставим нам осталось настроить загрузку элемент загрузку то есть наполнение контентом нашего списка recycle review в соответствии с моделью и в соответствии сверсткой сверсткой каждого элемента то есть сверстку которому создали поэтому мы с вами переходим в категории адаптер я сейчас ставлю сюда ниже код из одного из своих учебных проектов и буду его модернизировать и буду вам рассказывать код здесь многие шаблоны но его нужно модернизировать смотрите у нас класс называется категории адаптер вот я ставил код сюда я вставляю это название категории адаптер отсюда удаляю то есть смотрите у нас класс категории адаптер в этот класс мы передаем с вами в конструктор один элемент один элемент это списочный ну там списочный до массив да то есть это по факту передаем списочный массив в котором будет и содержаться как раз таки информация со всеми нашими со всем нашим списком категории то есть там будут именно содержаться те данные которые нам нужно загрузить список мы назовем это давайте категории с просто назовем вот так вот вот так этот списочный массив будет собираться в соответствии с нашей моделью моделью мы назвали категории модуль то есть это списочный массив будет относиться к типу категории модуль то есть то что мы создали для источника данных Когда два элемента у нас, изображение и название категории. И этот класс категории адаптер, он унаследуется от базового класса RecyclerView, от адаптер. И сюда мы должны передать тот класс, в котором будет происходить у нас наполнение нашего RecyclerView. Этот класс создается вот тут чуть ниже и называется MyViewHolder. Но мы давайте назовем его категории холдер. Вот прям здесь меняем. RecyclerViewHolder, вот так вот назовем. Все лишнее удаляем. Потом копируем вот это название. И вставляем вот сюда. Отлично. Далее у нас идет метод OnCreateViewHolder, в котором мы должны подсоединить верстку от каждого этого элемента. Мы создавали верстку для каждого элемента RecyclerView. Так вот, каждый такой, вот эту верстку нам нужно подсоединить к нашему адаптеру, чтобы наполнение происходило в соответствии с версткой каждого элемента. Но так как у нас ViewBinding подключен, то вот этот базовый код мне нужно немного изменить вот на такой. Смотрите, мы здесь создаем объект байдинга. Внутри мы должны этот объект байдинга отнести к определенному типу. У нас шаблон называется CategoryItem. Все, что нужно сделать, нам надо начать вводить категории. И вот видите, уже подсказывает ItemBinding. Если у нас был, допустим, продукт, нижнее подчеркивание Item, то был продукт ItemBinding. Нам уже подсказывался. Здесь, дальше, ниже, мы должны проинициализировать наш шаблон в соответствии с соответствующим классом. И просто его здесь подсоединяем. Но так как мы здесь класс, в котором будем производить все наполнение, мы переименовали в категории Holder, то, соответственно, здесь мы также должны с вами подсоединять категории Holder. Дальше идет метод GetItemCount. В этом методе мы должны указать, какой будет размер нашего RecyclerView, нашего списка. И мы говорим, размер нашего списка будет как размер нашего вот этого списочного массива, в котором будут храниться все данные. Categories.size Дальше в методе OnBindViewHolder идет задумка, что здесь мы будем производить наполнение. Поэтому в качестве холдера здесь передаем категории Holder. Вот этот класс, в котором мы собираемся делать наполнение. Здесь Positions, это позиция каждого элемента, передает. И дальше мы здесь, скажем так, вот мы здесь будем в этом методе, в классе категории Holder, будем, создадим метод Bind, в котором будем производить наполнение. Но так как мы выносим сюда наполнение, здесь мы должны вызвать с вами этот метод Bind, чтобы происходило наполнение. Поэтому обращаемся здесь к элементу Holder, то есть этого класса, и вызываем его, существующий внизу, метод Bind. И сюда мы должны передать с вами вот этот списочный массив с данными. То есть мы берем здесь categories и передаем позицию каждого элемента, чтобы все это динамично производилось. И здесь, в самом классе категории Holder, мы с вами сюда должны передать верстку, вот эту верстку, которую мы здесь как бы подсоединяли, верстку каждого элемента RecyclerView. И сюда мы подсоединяем с вами категории Item Binding. Здесь все у нас следуется от класса RecyclerView, от ViewHolder, и передаем наш бандинг, по которому будем производить верстку. Далее нужно производить наполнение списка. Как вы помните, наполнение мы должны производить в соответствии с нашей моделью категории Model. Поэтому здесь мы что создадим? Такой объект, который будет называться Model, и относим его к классу категории Model. Отлично. У нас, если мы перейдем в верстку каждого элемента, здесь два, по факту, два, скажем так, виджета, да, изображения и названия. Что мы здесь должны сделать? Здесь мы должны с вами обратиться, так как у нас мы подключили этот шаблон через бандинг, да, вот здесь, бандинг, так как мы подключались через бандинг, мы должны обратиться, ну вот наверху мы видите, шаблон подключили через бандинг. У нас этот шаблон хранится в объекте бандинг. Обращаемся к бандинг, так как нулабельный он, да, вопросительный знак, точка, и у нас есть вот в этом верстке, к шаблоне верстки каждого элемента, два как бы объекта, и у первого изображения, айдишник, имидж категории. Мы должны обратиться по айдишнику имидж категории, поставить вопросительный знак, точку вызов, и вызвать метод setBackgroundResource. И сюда внутрь мы должны с вами передать собственное изображение. Изображение конкретного элемента хранится у нас вот здесь в модельке, да, в этом списочном массиве. Ну как бы в этой модельке он будет храниться. И поэтому мы здесь вызываем объект модел, ставим точку и вызываем имидж. Отлично. Да, кстати говоря, здесь я спогорячился с вопросительными знаками. Дальше. Второй элемент у нас это название, то есть это строка, это textView. Обращаемся также к байдингу, ставим точку, вызываем nameCategory из шаблона, верстки каждого элемента, ставим точку, вызываем атрибут textViewText, в котором хранятся данные, ставим оператор присваивания и обращаемся к модельке снова к нашей и вызываем у нее атрибут, ну, как бы переменную name, да, в которой будет храниться название конкретной категории. Все. Вот это лишнее удаляю, это другого проекта, нам не нужно. По факту у нас все приготовления закончились, теперь нужно, собственно, начать наполнение нашего списка, то есть, да, RecyclerView. Поэтому мы идем в MainActivity, так как в ActivityMain мы уже с вами, да, разместили RecyclerView, здесь в MainActivity первую очередь, что нам нужно сделать, это настроить ViewBinding. Да, мы создаем элемент Binding, относим его к ActivityMainBinding, к оператору присваивания, да, все это null. Здесь все делаем по бандингу, только скобку нужно закрыть. Теперь нам нужно также создать объекты для нашего адаптера. Мы просто назовем объект Адаптер, отнесем к классу категории Адаптер, и нам нужно создать объект источника данных, то есть наш списочный массив. Здесь мы его назовем категории, и отнесем списочный массив к объекту категории Model у нас, то есть наша моделька. Теперь вот здесь в первую очередь нужно проинициализировать наш списочный массив с данными, поэтому вызываем категорию, делаем оператор присваивания, и говорим, что это списочный массив, у нас будет категории Model. Категори Model, отлично. Теперь нужно наполнять наш списочный массив данными. Я подготовил ряд изображений с категориями. Я их просто копирую. Вот наш проект на рабочем столе, мой каталог, app, src, main, res, drawable, и прямо сюда кидаю все изображения. Теперь они, смотрите, здесь появились. Итак, да, то есть у нас будет бред, кэнди, ну то есть как бы название категории. Поэтому, но это у нас есть, у нас это просто изображение категории, да? Но нам нужно еще название категории. Все названия хранятся в файле string, поэтому давайте посоздадим сначала, ну, я не знаю, сколько там изображений. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, девять. Девять строк таких нужно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Так, и ключи давайте. Первый будет bread. Это у нас будет называться хлеб. Название. И вот так, кэнди сладкое у нас. Давайте сначала все ключи поставлю, потом название. Кэнди. Дальше, can it food. Food, кофе, фрукс. Сразу здесь овощи поставим. Так, овощи. Дальше, grocery. Мясо идет у нас здесь. И вода, вода. И теперь переключаюсь на русский язык. И название прямо здесь. Сладкое. Здесь пишем консервы. Здесь кофе. Здесь фрукты. Здесь овощи. Бакалея. Мясо. И вода. Смотрите, я вам сейчас буду показывать наполнение статичного recycler. Когда мы вручную все наполняем. Когда вы работаете с базой данных, там все немножко по-другому устроено. Но опять же, хотите это узнать, идите, записывайтесь ко мне на курс. Там вы всему этому научитесь. Но допустим, когда мы говорим с базой данных, то в качестве модели является таблица база данных. И мы там динамично все настраиваем. Но когда мы работаем со статичным списком, с данными, которые хранятся не в базе данных, то поступают следующим образом. Нам нужно наполнить списочный массив данными. Для этого идем. Отпрощаемся к списочному массиву. Вызываем его метод. Вызываем его метод add. Внутри этого передаем модель, которая относится к списочному массиву. Это категория model. И сюда мы должны передать двое данных. Во-первых, мы должны дать ссылку на определенный элемент. То есть, в первую очередь хлеб будем добавлять. Говорим, подгружай иконку из папки drawable. И эта иконка у нас является bread. Хлеб. Ставим запятую. И название. Название. Какое будет у нас название у категории? Обращаемся к ресурсам. Название хранится в файлике стринки. Мы только что их создали. И название у нас доступно по ключу bread. Хлеб. Видите, ошибочка выходит какая-то непонятная. А если мы это все в икон, здесь возьмем так. Так и вторую. То ошибки нет. Как же нам получить строку? Давайте попробуем следующим способом. Get string метод. Обращаемся к ресурсам. К переменной. Ну, к файлу string. И к bread. То есть, для того, чтобы получить название по ключу внутрь вот сюда, то нам нужно с вами вызвать... Мы не можем на прямую строку получить. Нам нужно вызывать мета-специальный get string. И сюда получать ссылку на наше название. Ну, тут да, вопросительный знак нужно поставить. Потому что у нас поначалу оно нулабельное. Мы сначала не проинициализировали, мы создали как нулабельную величину. То есть, мы, смотрите, первый объект создали. Почему он так создается? Смотрите, мы обращаемся к списочному массиву и говорим, и добавляем элемент в соответствии с категорией model. Если мы войдем в категории model, то у нас первым элементом является изображение, вторым элементом является название категории. Поэтому от нас здесь Android Studio и требует передачу сначала изображения, а потом название. То есть, передаем два элемента. Если бы там наоборот было сначала название, а потом изображение, то нужно было вот эти элементы поменять местами. И видите, здесь как раз иконочка хлеба появилась. Давайте теперь 8 раз скопируем. Наверное, столько. Ну, посмотрим. И дальше каждый элемент создаем. Дальше у нас кэнди, да, сладкое. Так и называется изображение у нас кэнди. И название кэнди. Дальше у нас консервы, да. Кэнет фуд, иконка. И изображение, да, и название, да, изображение и название кэнет фуд. Потом у нас должно быть пройти здесь кофе. Кофе. Потом давайте поставим все-таки фрукты. Сюда также фрукты. Сюда овощи. Овощи. Дальше мы должны, что с вами еще здесь. Значит, бакалея, если я не ошибаюсь. И дальше вода, последняя категория. Так, наполнение, тем не менее, мы закончили. Теперь нам нужно проинициализировать RecyclerView и сделать все необходимые настройки для RecyclerView. То есть, последний шаг остался. Опять же, ставлю заготовочку. И что мы сделаем? Мы должны обратиться здесь к нашему RecyclerView. По ID-шнику у нас, если мы зайдем в наш ActivityMain шаблон, у нас в RecyclerView есть ID-шник, который мы присвоили. Мы обращаемся к этому RecyclerView и говорим, что у него сейчас стандартный макет. То есть, это сверху вниз. Но нам нужно с вами сделать горизонтальный. Просто, смотрите, сейчас в прямом эфире просто буду искать информацию. Берем, идем. Ну, я в Safari зайду и пишу. RecyclerView. Горизонтал. Так, Stack Overflow. Заходим. И нам говорят, делайте вот так. Типа Liner. Дает нам... Ну, это Java-овский код. Да, то есть, это Java-овский код. Мы берем вот этот Java-овский код. Сейчас просто неудобно. Нужно скопировать. Вот эту часть копируем. Возвращаемся назад. Идем куда-нибудь сверху здесь ставим. Вставляем. Нам говорят, конвертировать ли в Kotlin. И мы говорим, да, конвертируй в Kotlin. И нам вот создается вот такая штука. Да? Мы берем, копируем вот эту часть. Здесь, после this ставим запятую. И вставляем это сюда. Вот эту вещь мы удаляем. Она нам не нужна. То есть, мы говорим, делаем на макет. Передаем в качестве контекста this. Ну, это типа ссылка на вот этот класс, в котором все и происходит. В MainActivity. Говорим, макет нам нужен горизонтальный. И передаем false. Дальше нам нужно проинициализировать. Дальше нам нужно проинициализировать наш адаптер. Так как мы его просто здесь создали как объект, но не проинициализировали. У нас он называется Адаптер. Мы его инициализируем как класс категории Адаптер. И здесь он задает нам ошибку. Потому что если мы перейдем в категории Адаптер, мы в конструкторе создали вот этот как раз-таки списочный массив. И объект этого списочного массива, который у нас также здесь есть, который мы здесь наполняли, нужно передать вот сюда, внутрь адаптера. Выходит также ошибка, потому что мы должны с вами утвердительно, либо сделать другой код, либо утвердительно должны сказать, что мы уверены, что сюда всегда будут приходить какие-то данные. Поэтому два вопроса знака, мы уверены. Далее обращаемся к нашему RecyclerUpyID-шнику. И обращаемся к его атрибуту адаптер и говорим в качестве адаптера по наполнению контента этого RecyclerView, подсоединяй наш вот этот объект адаптер. Ну, в общем-то и все, что и требовалось сделать. Давайте соберем наш проект. Ну и пожалуйста, конечно, можно красоту наводить, можно тени делать, но факт в том, что все это листается. Смотрите, какой красивый. Посмотрите. Я вас поздравляю, вы научились делать RecyclerView. Да, это статичный RecyclerView. Мы брали данные с ресурсов, наших файлов мобильного приложения. Обычно, когда мы работаем с реальным мобильным приложением, как это происходит? Эти изображения, названия, категории располагаются на сервере в базе данных MySQL. Затем мы, в общем, на сервере базу данных настраиваем, пишем на языке PHP запросы на этом сервере. Далее мы получаем оттуда данные через специальную библиотеку Retrofit. Здесь при загрузке приложения обычно, как изображение загружается, мы с помощью, делаем, короче говоря, миграцию данных сервера, полученных сервера. Делаем миграцию данных в базу данных на устройстве SQLite и работаем уже с этими данными через библиотеку Room, с помощью многопоточности, через корутины, с помощью архитектурного паттерна MVVM, получая это все в слой Presentations, во ViewModel. И потом, произведя очистку всех данных, уже получаем динамично в наши активители, фрагмент, в зависимости, что у вас сделано. Но для понимания, как работает простой RecyclerView, вот так он работает. То есть, для того, чтобы сделать RecyclerView, вам нужно взять, ну создать в определенном активительном фрагменте виджет RecyclerView, да, создать модель по сборке этого RecyclerView, создать адаптер, который будет собирать, собственно, наш RecyclerView, создать верстку каждого элемента, каждого элемента RecyclerView. И затем все это настроить и подсоединить, да, и в самом Activity, там, где мы будем все это выгружать, инициализировать, создать сначала объекты адаптера, создать объекты данных, откуда будем брать. Далее наполнить, проинициализировать этот объект данных, наполнить данные, наш списочный массив данными, затем проинициализировать наш RecyclerView, выбрав для него определенный макет, да, то есть вертикаль или горизонталь. Далее проинициализировать адаптер, после этого подсоединить наш адаптер в наш RecyclerView, после этого все будет работать. Как вы можете видеть, как вы могли видеть, мы создали с вами очень красивый список, очень красивый RecyclerView, нечто подобное, которое вы бы увидели в своих топовых приложениях ВКонтакте, Инстаграм и других, то есть все, что листается, все это RecyclerView. Сейчас вы умеете это все делать, но если вы хотите научиться делать, работать с базами данных, научиться правильно делать нажатие на элементы в этом RecyclerView, то тогда записывайтесь ко мне на курс. Если вы хотите, например, понять, как в нашем, вот в этом RecyclerView правильно обрабатывать нажатие, потому что если вы будете гуглить, как, допустим, при нажатии на иконку или на название выезжала панель с этой категории, да, допустим, в выезжающей панели происходил переход в другой activity, то вы увидите в 90% случаев, что вся бизнес-логика, помимо нажатия, вся бизнес-логика будет прописана в самом адаптере. А это неправильно, потому что в адаптере должно лишь происходить наполнение, а сама бизнес-логика должна выноситься отдельно. И вот если вы хотите, чтобы я вам показал, как делается бизнес-логика после нажатия, то пишите комментарии, и я сделаю такое видео. Ну, а на сегодняшний день мастер-класс наш закончен. Действительно, списочный, действительно, RecyclerView, это такая тема. Я даже, кстати, видел некоторые вакансии, которые строились вокруг RecyclerView. Из понимания RecyclerView очень важно, поэтому уделите этому моменту очень много внимания. Но если хотите научиться быть современным Android-разработчиком, а не играть в Android-разработчика, то тогда записывайтесь ко мне на обучение. А на сегодня у меня все. С вами был проект Mabu. До встречи на следующих эфирах. Всем пока.